Добрый день! Вы смотрите открытую студию проект Места Горда. Сегодня у нас в гостях школа ораторского и актерского мастерства Фриспик, а именно ее организатор и руководитель Елена Вохамская. Елена, здравствуйте, Светлана. Спасибо, что вы к нам пришли. Здравствуйте, кто нас смотрит. Сегодня мы говорим о том, как стать оратором и какие преимущества это дает. Вы организатор и руководитель единственной на сегодняшний день в Костроме школы актерского и ораторского мастерства. Где обычному человеку, который не является актером, не является политиком, на практике могут эти навыки пригодиться? Если человек умеет донести свои мысли, свои идеи, если он убедителен, то, естественно, он будет иметь успех в любой сфере. Ну, например, давайте такое возьмем из жизни. Вы начальник, вы хороший начальник, хороший руководитель, но совершенно не умеете выступать на публику. Вот не сложилось как-то у вас с этим делом. И вы просите выступить более бойкого, более общительного, не боящегося аудитории своего заместителя. Кого будут видеть люди чаще всего, как руководители компании? Естественно, человека, который выступает. Выступает на аудиторию, например, представляет проект этой компании. Или идет на переговоры с какими-то новыми партнерами, коллаборации какие-то входят. Потому что начальник просто не в состоянии, иначе он просто завалит. Почему у вас ориентир именно на взрослых? И какие направления у вас сейчас можно найти? Ну, взрослых, почему мы выбрали? У нас есть, конечно, направление с детьми, но в меньшей степени. Мы подумали и решили, что для детей сейчас достаточно много различных заведений. Например, учреждения дополнительного образования в этих же школах, кружки по интересам. Много школ танцевальных и каких-то музыкальных и так далее. Поэтому взрослые остаются у нас как-то немножко не у дел. И потом дети, например, если касается ораторского мастерства, у нас группы тоже начинаются где-то только с 10-летнего возраста. Потому что до этого возраста, пока они 10, где-то начальник школы не закончили, они... Ну, ораторы из них, конечно, не очень. Они не понимают цель, смысл этих занятий. А вот люди постарше, особенно, например, здесь старшеклассники, они с удовольствием занимаются ораторским мастерством. Ну, а уж взрослым сам Бог на душу положил заниматься. Часто от взрослых можно услышать, ну, я там, допустим, не оратор. Получается, любой человек при желании и должных усилиях может овладеть этим навыком. Да. Сицерон сказал, что поэтами рождается, а ораторами делается. То есть ораторское мастерство – это такой же навык, как все остальные. Ну, как водить машину, как водить ложкой и вилкой. Единственное, что, может быть, усилий потребуется немножко побольше, чем водить вилкой и ложкой. Так же, как водить компьютером – все то же самое. Ты просто знаешь определенные приемы, техники, методы, их изучаешь, практикуешь и становишься оратором. Но другой вопрос – есть ли у тебя цель стать оратором прямо в полном смысле этого слова. Но в каких-то прикладных моментах жизненных это очень неплохой и помогающий для успеха навык. А по ораторскому направлению, какие направления у вас можно в школе найти? Вы имеете в виду, какие тренинги у нас? Да, какие есть тренинги и для кого они? Есть у нас один из самых популярных, потому что, ну, в принципе, это база. Это базовый тренинг «Успешное публичное выступление». Тренинг, который дает все основы по ораторскому мастерству. Например, такие, как, это же борьба со страхами публичного выступления. Но это мы не называем страхом, мы называем волнением. Даём приёмы, как с этим бороться, как это преодолевать. Также у нас идёт направление такое в этом курсе, как, оно идёт вообще модулями такие занятия, 8 занятий. И в каждом занятии рассматриваются отдельные вопросы. Также наравне со страхами мы рассматриваем различные виды речей, как составить речь, композиционное построение речи. На занятиях очень часто все участники выступают, чтобы была практика. Где не практиковаться, как на самих занятиях, ну, в детдомах, там, с женой, с мужем, в семье. На улицу тоже сразу не пойдёшь, если навыков нет. Поэтому практикуемся, практикуемся, практикуемся до пяти выступлений на одном занятии у нас бывает. Что у нас ещё есть? Это старитеринг, например, это умение рассказывать истории. Какие-то, вот, пригласили вас на чете, юбилей, и попросили сказать тост. А что мы делаем в этом случае, Слава? Глаза бегают, наверное, бегают. Да, давайте с самых младших начнём, с самых старших. Или вилочка упала, или ложечка, или что-то. Это только отсрочить своё, как бы, выступление. Потому что, почему это происходит? Потому что человек не знает, как это сделать. Вот этот же стартель, как рассказать историю. Мы этому учим. Ну, бывает также не только на юбилее. Бывает и менее приятная ситуация. Да, тоже нужно сказать о человеке что-то. Так, что у нас ещё на базовом курсе? Также мы проходим, как работать с аудиторией, со сложной аудиторией. Когда задают какие-то каверзные вопросы. Значит, а ты что там пришёл, что ты приступаешь? Ну, всякие зрители бывают. Нужно быть готовым к такой ситуации, чтобы не ударить грязь лицом. Тем очень много. Курсы интересны. У нас также ведётся видеосъёмка на курсах. То есть всегда можно получить обратную связь не только от тренера и тех, кто находится на курсе, но посмотреть на себя со стороны. И люди порой бывают очень удивлены тем, как они выглядят, например, в объективе камер. Но это помогает, это немножко даёт такую стрятку. И человек уже не просто со слов чих-то, а уже со своего взгляда понимает, что ему исправлять. Это очень полезно. Мимо базовых курсов? Какие есть курсы? Так, помимо базового курса у нас есть такие более специализированные направления, например, речевая импровизация. У нас курсы 20, даже это не курс, это тренинг, потому что курс, чем отличается курс от тренинга? Курс даёт очень такой баланс теории и практики, например, 60 на 40. То есть практики 60, теории 40. И там ещё есть домашние задания, что-то вот такое, более углублённая проработка. А тренинг – это всё практика. Там где-то 10% теории, и всё остальное – практика. То есть ты приходишь и прям вот навык тренируешь, и тебе тренер сказал, что вот надо то-то, 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 и ты тут же это на практике сделаешь. Этот тренинг у нас идёт и курсом 6 занятий, и идёт интенсивом 2 дня по 8 часов. Вот буквально через, наверное, 3 недели будет этот курс. Это речевая импровизация, что это такое? Это умение говорить на публику без подготовки. Вот то же самое, что попросили, вот, ну, пожалуйста, а давайте сейчас у нас выступит вот Маша Петрова. Маша Петрова, а что, где, куда, не готова. А если бы она прошла курс, она уже была бы готова. То есть она знает приёмы, как без подготовки стать и выступить. Какие у вас есть курсы по направлению актёрского института? Так, актёрское мастерство. Мы, актёрское мастерство, мы занимаемся уже не первый год. У нас очень сильный курс, потому что у нас преподают ведущие актёры, режиссёры наших костромских театров. В частности, мы очень тесно сотрудничаем с нашим театром «Кукол», его руководителем и его педагогами, преподавателями. И также мы сотрудничаем с театром, камерным областным театром Бориса Голодницкого. Также режиссёр Станислав Голодницкий у нас преподает и актёры этого театра. Чем интересен курс? У нас курс очень длительный. Он состоит из трёх семестров, по три месяца занятия, два раза в неделю по три часа. То есть это достаточно большое количество времени. Почему? Потому что актёрское мастерство, оно всё-таки предполагает очень много направлений человеческих таких изучить. Потому что само актёрское мастерство, оно всё о жизни человека, о его чувствах, о его деятельности. Поэтому деятельности и чувства человека, они очень большие, объёмные. И поэтому и курс такой объёмный. И у вас есть возможность пройти как первый, например, семестр, так пойти на следующий семестр и закончить полный курс. Но после каждого мы всё равно выдаём сертификаты. Мы приглашаем не только как... То есть курс ведёт не только человек, который руководит курсом. Например, сейчас курс у нас ведёт Станислав. А мы приглашаем ещё преподавателей и актёров, и дополнительно, например, хореографов, чтобы расширить эту базу знаний. Потому что руководитель курса тоже не может знать всё. Например, по какой-то импровизации, двигательной импровизации. Отдельно преподаватели по стендречи. То есть у нас ведёт стендречь, но другой преподаватель, это представляет более интересный форму, может, другой, с другим подходом. И это для рождения горизонтов, для увеличения своих знаний, это очень-очень полезно. Это тоже для врослых, либо и для... Это для взрослых, это курсы для взрослых. Ну, у нас ходят люди от примерно 20 и до 40 плюс лет. Команда сборная такая. Как это команда не называем, мы называем группа, труппа, как это принято в театре. Вот в повседневной жизни актёрские навыки, приобретённые у вас, где могут пригодиться? Ну, актёрское мастерство вообще очень полезная вещь. Почему? Потому что она позволяет человеку прорепетировать те жизненные ситуации, которые с ними могли бы произойти. То есть, так сказать, в каких-то лабораторных условиях. Встреча с неприятным человеком, например, или наоборот, с очень приятным человеком. Например, попробовать порепетировать, побыть кем-нибудь, с кем ты в жизни никогда не будешь. Не знаю, собакой побыть, стулом побыть, стеной. Это место, где ты пробуешь себя, где тебе более комфортно, где тебе более удобно. А вот это мне не нравится, это не подходит. А вот с этим человеком я отрепетирую сейчас, как с ним можно общаться, и потом это перенесу в жизнь, и у меня там всё получится окей, потому что я уже где-то это всё делал. Почему лабораторные условия? Там тебя никто не пустякует, тебя никто не наругает. Наоборот, тебе помогут, поддержат и, наоборот, дадут какие-то пути решения, например, до тыков, в которые ты попал. То есть это очень-очень хорошо. У нас в курсе проходит всё очень интересно. Например, осенью у нас был мастер-класс. Мы проводили психотренинг, уличные игры называются. Даются определённые задачи людям. Ну, например, Светлана, вам сейчас такая задача. Вы должны будете зайти в магазин, расстелить газетку, лечь там и полежать. Это сразу супер некомфортные какие-то условия. То есть ты должен находиться, актёр должен находиться здесь и сейчас. Вот здесь, ты здесь, сейчас твои обстоятельства, предлагаемые и так далее. А всё, что вокруг, ты это не воспринимаешь. То есть ты на это не реагируешь. Иначе ты плохой актёр. Конечно, на нас показывали пальцем. Кто-то улыбался, кто-то подходил. Мы там читали стихи на памятнике Ивану Сусанина. Подходили люди, кто-то хлопал. Ну, в общем, все были в восторге, потому что для тебя какие-то новые ощущения. Как освобождение, то есть ты больше не переживаешь. Кто на тебя как сможет. Ты свои страхи преодолеваешь, и потом тебе уже меньше вещей страшат в этой жизни. Это, опять же, вот эти лабораторные полевые условия. Уже, правда, полевые, наверное, да, когда ты выходишь. Ну, вот, очень, мне кажется, полезно. Так что приглашаю всех, если у нас будет еще весной, приходите. Светлана вас тоже приглашает. Спасибо. Кто ваши основные апериенты? Кто к вам приходит? В основном к нам приходят люди, которые озабочены о своем личностном развитии, о своем росте, самообразовании и так далее. Ну, это люди уже, так же, например, от 25 и дальше лет. Так, то, что это до 40-45. Это люди-предприниматели, люди, которые идут вверх по карьерной лестнице, люди, которые меняют, например, место работы. Например, вот опять же идешь по карьерной лестнице, в чем тебе взяли, повысили. А ты все время работал, например, за вкладом, а тебя повысили до начальника отдела снабжения, грубо говоря. А ты все время на слайде, ты до этого и судьи не общался. То есть тебе нужно срочно-срочно приобрести этот навык. И человек идет, надо я рассказать, прям реальную ситуацию было такое у нас. И человек наработал навыки определенные и с успехом стал на эту должность. И какие планируете вы курсы открыть в преступлении? Ну, курсы, ну, о планах обычно не говорят, да? Расскажи о своих планах, чтобы, бог, на тобой посмеялись. Ну, если так немножко намекнуть, скорее всего мы сейчас будем ориентироваться на такие мини-тренинги, мини-мастер-классы. Вот так же поспециализированы каким-то направлениям. Потому что ораторское искусство, оно вообще очень такое объемное, в нем очень много направлений, тоже так, в музыке, в литературе, то же самое. Поэтому очень интересно, как бы в этом буре этой каши, как сказать, вариться или уживать оттуда что-то и прорабатывать. Например, мы делаем мастер-классы отдельно про проработки праха в птичном уступлении. Очень интересная тема современных направлений. Сейчас вообще ораторское искусство, ораторское мастерство идет в сторону минимализма. То есть все выступления, они укорачиваются. Если раньше речи были достаточно длинные, продолжительные, то сейчас человек выдерживает, ну, там, минут 15-20. Это самое оптимальное выступление. Вот, также можно сделать какие-то, по старик-тейлингу, у нас будет мастер-классы, тоже по сочинению историй, по их рассказу, как правильно все это делать. Но там уже лучше ходить людям, которые прошли базовый курс. То есть они уже имеют какие-то навыки. Или не обязательно на нашем каком-то премии или мастер-классе, или курсе. А может быть где-то, может, они сами по себе где-то работали. Хотя если говорить о том, заниматься, например, онлайн или оффлайн, вот это вопрос. Потому что сама я ради любопытства записалась на один из курсов онлайн. И даже два сейчас я расскажу. Один онлайн, когда человек тебе вещает и все рассказывает, и ты что-то делаешь. А второй был такой прямо чисто теоретический, что ли. Ну там были просто видео, ты их анализируешь. А так, в основном, все выложено в теории. Что была четкая обратная связь от примера, от тех людей, которые находятся с вами. И как те навыки, которые вы только-только получили, нужно сразу же внедрять в жизнь. То есть не откладывать, как я все это выучил, у меня сертификатик, я все это сложил на полочку, и я теперь владею ораторским искусством. Нет, это не про то. Нужно практиковать. Ваши напутствие, почему важно работать над своими ораторскими навыками, актерскими навыками, даже если мы напрямую не связаны с этими специальностями? Ну, чтобы работать над ораторскими навыками, нужно сначала их получить. Получите ли вы их в онлайн-курсе, получите ли вы в нашей школе или в каком-то другом месте. Это поможет вам стать более успешным человеком, потому что вы сможете продвигать свои идеи, свои мысли. Вы будете более убедительными, вы избавитесь от страха публичных выступлений. Для вас любая сцена, любой коллектив, любая аудитория не будут представлять никакого страха, никаких проблем. А это повышает самооценку. То есть вы будете более уверены в себе. А тот человек, который более уверен в себе, он более счастлив. Приглашаю всех в нашу школу. Приходите или на курс ораторского мастерства или актерского мастерства. Мы всем будем рады. Спасибо, Елена. Сегодня у нас в гостях была школа ораторского и актерского мастерства «Фриспик», а именно ее организатор и руководитель Елена Вокомская. Выбирайте профессионалов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok